Наш турслёт в этом году замечательно проходит. В этих краях завелось какое-то племя дикарей. И вчера ночью, чего, собственно говоря, и следовало ожидать, была украдена невеста. Привет! Это здесь у вас какое-то страшное племя, которое боится вся округа? Говорят, по ночам крадут людей. Да! Ну и всё хочет, Елисеев. Да, всё на всех шамарах. Сколько у вас подписчиков? Плюс один, я так понимаю. Спас жилеты. Невесту мы похитили. Здесь она есть. К сожалению, все устали, бегли спать и невесту обратно украли. О, вот эти. Всё нормально. Она жива. Можно обедать? Да, можно обедать. Да, можно обедать. Вы победите, не хотите, кстати. Вам надо крепко держать руль и переместить центр тяжести в верхнюю точку уклона. То есть, привстать и вот таким вот образом перенести вес свой. Если у вас возникают какие-то вопросы, подняли руку. Я вас буду видеть всю дорогу и остановлюсь. Да, подойду? Готовы? Да. Экипируемся? Поехали. Отлично. Первое бревно в жизнь Олега. Оп. Молодец. Центр тяжести. Руль. Молодец. Ух, как я завидую этим парням. В моё время в их возрасте я на велосипеде учился ездить. Они такие крутые, гоняют на крутых квадрах по лесу. Ну, конечно, поколение такое. Оп. Давай, газ. 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 Не боимся. Стоп. Центр тяжести. Где у нас? Где? Мы идём. У нас уклон в какую сторону? На меня чуть-чуть пересел. Пересел. Не бойся, не бойся. Всё, молодец. Отлично проходишь. Давай. Руль чуть-чуть правее. Газ больше. Больше газу. Руль правее. Молодец. Ещё. Ещё. Вот она он. Красота. Отлично заходишь. Молодец. Центр тяжести. Красавец. Вообще я вам от души советую, что вы можете в вашей жизни брёвен было как можно меньше. Но иногда их приходится проезжать. Значит, в данном случае бревно ещё и на горке. На въезде в горку. Если вы не наберёте нужной скорости, по инерции он не проедет, вы застрянете задними колёсами и будете шлифовать. Молодец. Красавец. Победа. Молодчина. Красавец. Победили брёвна. А тут у нас гряземес. Всё, Миша. Встрял ты по самые уши. Толкай, толкай, толкай. Молодцы. Газ. Молодец. Тормоз, 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 тормоз. Бамч. Всё отлично. Глушим. Отлично всё. Нравилось по лесу или всё-таки по прямой больше? По прямой. Где побыстрее, да? Добро. Подписчица. Супер. Я занимаюсь автоспортом, там гоняюсь на багги, такие они с защитой, с рамой, ну не как квадроциклы, в классе D3 мини. Друзья мои все обратили внимание, какая у меня маечка. Маечка. Крайне крутая. У меня был день рождения, и я всё никак не хотел на самом деле праздновать этот день рождения. И вообще как-то не хотелось праздников почему-то, не знаю почему, ни с чем не связано, просто не хотелось как-то веселье какого-то так далее. Но я никто и не спрашивал. Ребята пришли. Саша с Игорем заказали, сделали огромную работу, заказали, проработали. Ролики мотокурс. Давай кто кого, кто кого первый снимет. Здравствуйте дорогие подписчики. Здравствуйте. А теперь внимание. Теперь ты настоящий мотокурс. Да. Какие подписчики? Шашлычные истории. Шашлычные истории. Правильное приготовление шашлыка начинается с правильно приготовленного угля на самом деле. Уголь должен дойти и покрыться вот таким белесым, как бы пеплом что ли. Краска подойдет? Нет. Краска в спрей только. Угу. Как. И желательно, чтобы шашлык уже был разложен. Угу. Угу. Не помню. Себя не помню. Да ладно. Ребята, любишь ли ты? На самом деле у меня глаза раскрываются. Давай, говорит, зайдем поиграем. Давай поиграем, говорил он. Всего по соточке. Крайне круто. И все, значит, мы в этих футболках, а? Здрасьте. 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 Нам подарили. Ну ладно, вам сделали. Да? Нам сделали клевый подарок. Выбрали самые крылатые фразы. Типа, крайне круто. Газ, газ, газ. Мальчики и девочки. И заказали вот такие замечательные футболки с надписями на спине. Цель, точка, есть пункты? Да. А через лес они же нормально у вас ходят, да? Да. Вот если вы сейчас прям по нашим следам пойдете, то вы выйдете на лесную тропу. Единственное, там, боюсь, ветки по высоте. То есть там некомфортно с этой точки зрения. Спасибо. Да, пожалуйста. Шане, привет. Шане, Мишане. Привет. Ну что, давайте. Да. Пробирайтесь. Как-то. Там есть, кстати, проход реально прямо. Сейчас мы встаем на берегу. Прям красавец. С тобой можно на серьезную и на следующий уровень смело ехать. Мне понравилось. Мне длинная трасса была. Устал? Нет. Быстро ехали. Ехали по грязи. Я подписана на твой канал. Привет. Привет. Как нашла? Я просто искала что-нибудь про квадроциклы. Ты собираешься покупать? Папа хотел. Себе? Нет, папа и мне хотел, и себе. Так. И все. Итак, подписай. Много роликов смотрела? Да. Много. Вот, видишь, теперь ты будешь в ролике. Хорошо. Передай что-нибудь папе. Папа, я думала, что ты наконец-таки мне купишь квадроцикл. Мне понравилось кататься на квадроцикле, потому что это другой вид техники. Это не баги. Это совсем другие ощущения. Дай вам привет всем. Куда мы пересядем? Сюда, правильно. Пересядь прям. Вот так, дай. Каталась на квадроцикле? Ну, ты умница. Нравится тебе? Палец не болит? Нет. Хорошо. Молодец, молодец, молодец. Так, газ, газ, газ. Умница. Красавец. Красавец. Давай, Лерка. Красавец. Ну, с Антоном я даже, не знаю, мне ему объяснять ничего не нужно. И ты молодец, сама прошла. Я хотел тебе на помощь прийти, а ты этим своим движением показала, что ты не нуждаешься, да? Что ты уже сама рулишь, да? Но это не точно. А? Но это не точно. Но это не точно, я понял тебя. По-моему, это уже вполне точно. Ребят, здесь мое самое любимое упражнение. Их тут у нас несколько на маршруте. Значит, здесь поле и с двух сторон крапива. И вот те, кто не особо верят в то, что могут удержать руль и провести квадроцикл ровно, прямо по дороге. Но за всю историю мотокурса в крапиву никто не уехал. Все смогли удержать руль. Сейчас в интернете идут активные дебаты среди блоггеров по вопросу китайской техники, ее качество, цены и так далее, и так далее. В общем, самих блоггеров и сам формат вот этих дебат я обсуждать не буду, рассказывать свое мнение. А вот по поводу темы, то есть китайская техника, когда я смотрю на эти умиленные лица детей, которые катаются с этими улыбками, я, во-первых, сам заряжаюсь, конечно, положительной энергией, потому что я искренне за них рад. То есть мне очень приятно, что они прямо, я не понимаю, какие сейчас эмоции они испытывают. Это вот мой первый велосипед, условно. И я разговариваю с людьми, которые приезжают, покупают у меня технику, которые покупали восьмерки детям, 125-ки, откатались, теперь покупают 200-ки. Кто-то покупал 200-ку и купил еще 200-ку. Кто-то детям покупает по Гвезд, по 25-ке. То есть это те люди, которые уже по году, по два, по три отъездили на этой технике. Я не вижу недовольных. Если бы эта техника реально была плохой, я бы ее не стал продавать. По своим детям вижу, по своему опыту вижу. А самое главное, вот я вижу свой стелс-леопард, я вижу CF-ки, которые у меня у друзей. Есть и в компании Yamaha у нас, и Polaris. И, ребят, ну нету такого вездехода, который не требует рук, понимаете? Нет такого вездехода, это не автомобиль. Здесь нельзя купить, проехать от ТО до ТО, приехать масло поменять, пять лет покататься и потом его продать. Нет, это совсем другая техника, она используется совсем в других условиях. И все бренды требуют рук, внимания и вложений. Поэтому к этому надо просто быть готовым, это нужно понимать. И тогда вы против китайской техники явно ничего иметь не будете, потому что вы поймете, что в цене изначальной и в ценах по обслуживанию это более чем интересный вариант. Прыг сюда. Я случайно не смог вырулить и весь туда заехал. Не важно будет это Polaris, Yamaha и так далее. Да, есть разница. Но разница во всем. И в ценах на запчасти, и в ресурсе запчастей. Но все как обычно, все ново. Антон? Без права. Молодец. А, тебе хочу прикола. Арбуз еще? Ну чего скажешь? Классно. Классно? Да, я довольна, я не могу. А, стой, стой. Ну, друг мой. А ты что скажешь? Тоже классно. А? Тоже классно. Тоже классно? Давай кулачка. Молодец. Молодцы сегодня вообще, красавцы. Я не убью водить. Нет. Антоха, он даже не слезает просто. квадроцикл. Он так будет там. На нем. Алло. Да? Все, пошли подруги. Обсуждать. Я там повернула, я там развернула. Ну ты чего? Квадрик хочешь? Да. Говори папе. Прям в эфир туда. Папа, хочу квадрик. Папа, я хочу квадроцикл. Покупай мне.